Хорошо подумайте перед тем, как приносить в дом срубленную елку. На Руси Новый год праздновали весной, в день весеннего равноденствия, начало возрождения природы. Новогодним деревом была береза, древо жизни, любви и благоденствия. Береза первой распускается весной и считается средоточением животворящих сил, отпугивает зло и приносит здоровье. И, конечно же, ее не вырубали. В Петровскую эпоху основой для праздников стали не природа и не священное писание, а традиции Запада. Впервые Новый год в таком виде, как сейчас, начали праздновать 7208 лет от сотворения мира в Звездном Храме. И в этот же год Петр сделал обрезание летоисчисления до 1700 года, с 1 января, по письменному приказу царя Петра I. Поэтому в 1699 году Петр I заменил русский календарь на юлианский и признал праздновать Новый год, как в Европе, 1 января. Новогодним деревом становится ель. Такое новшество Петр принял у протестантской Германии. Сурово и долго насаждал новую традицию – елку, поскольку у славян ель – дерево смерти. С ним связаны погребальные ритуалы. Еловые лапы бросают на пол. В доме покойника выстилают им дорогу к кладбищу, венки делают из еловых веток. Существовал обычай закрывать самоубийца двумя елками, поворачивая их ничком. В некоторых местах был распространен запрет на посадку ели около дома из опасения смерти члена семьи мужского пола. Из ели, как и из осины, запрещалось строить дома. Смертная символика ели нашла отражение и в пословицах, поговорках, фразеологизмах «смотреть под елку – тяжело болеть», «угодить под елку – умереть», «еловая деревня», «еловая домовина» – это гроб, «пойти или прогуляться по еловой дорожке», «умереть» и так далее. По указу Петра, каждый должен был украшать целыми хвойными деревьями или ветками ворота, улицы, дороги, крыши, трактиров. То есть у кого не было на это средств, обязаны были хотя бы ветку обломить и вывесить на двери в воротах при входе в дом. В западной цивилизации, как мы видим, осталась эта ветвь. Таким образом, елка стала главной деталью новогоднего городского пейзажа. Этот обычай однозначно придуман силами разрушения. Срубая дерево, как раз в дни, когда идет рост и просыпание нового энергетического витка на зимнее солнцестояние. Люди тем самым подрубают эти энергии, становятся разрушителями вселенной, ибо дерево обладает вселенскими возможностями и разрушает тем самым себя, свои семьи. Может ли принести счастье в дом гуляние возле мертвого дерева? Задумайтесь, это живое существо могло жить, радоваться солнцу, приносить благо окружающему миру, и нам в том числе. Кислородом-то мы все дышим, но ради нашей однодневной прихоти оно должно было умереть. Не напоминает ли вам это все ритуалы черной магии, где также проводятся песни, пляски вокруг умирающего живого существа? Еще и праздновать обязательно ночью, это самая дикая дичь. Я понимаю, праздник затянулся, весело и радостно, можно гулять хоть по нескольких суток, но в чем смысл ожидать глубокой ночи, когда уже все устали от приготовлений и тому подобное? Очевидно же, что праздновать нужно или с восходом, или утром, или днем, когда много сил и радости позитива. Это тоже указывает на черномагичность ритуала. Срубленная ель живет неделю или больше, лишившись корневой подпитки. Она черпает энергию на тонком плане, вытягивая жизненные соки из окружающего пространства. От нее веет страхом, смертью, болью, муками. Ель, очевидно, выбрана умышленно, она отлично подходит для пси-генератора. Имеет иголки, которыми в живом виде очень благоприятно влияют на воздух. Вспоминаем в санаториях хвойных рощах и тому подобное. Очевидно же, что умирающая ель настраивает пространство иначе, в негатив, а каждый кончик иглы становится выходом ее страхов, боли, мучений и пронизывает прокалывая пространство вокруг. Мы должны избавиться от вековой традиции нести сорубленную елку в дом и украшать ее, так как это недостойно цивилизованного человека. Убитая ель не может быть символом праздника. Украшать срубленную ель – это все равно, что украшать покойника. Ель – это живой организм. Ее уничтожение, как и любого дерева, нарушает устойчивость всей экологической системы. Кроме того, гибель деревьев – это сокращение биогенного кислорода, пропущенного через растения, которым мы дышим. Так стоит ли убивать деревья, с которыми связано множество других жизней? Для того, чтобы вырастить новогоднюю красавицу, ель высотой около полутора метров требуется не менее 10 лет, а продолжительность ее жизни – около 250 лет. Новогодняя глупая и беспощадная вырубка леса приносит большой вред стране. Это и безвозмездная потеря лесных ресурсов, и вред экологии. Ведь чуть ли не каждый житель страны уверен, что живая красавица родилась, выросла и окрепла только для того, чтобы украсить собой жилища человека на считанные дни. В масштабах страны это больше похоже на массовое помешательство – осознанно наносить непоправимый вред земле. Покупая елку, создаешь еще больший спрос. Не будет спроса – не будет предложения. Это ответственность каждого из нас. Всем вам добра, здравия и мира, братья и сестры. До новых встреч. А мне жалко елки рубить. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это вам для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно!